Было незаконно прекращено уголовное дело. Моя фамилия Хвидинг, Александр Генрихович, я являюсь директором ООО Медицинской Центры Чельницы. Когда-то ранее у меня работал директор по развитию Мирный Сергей Александрович. В ноябре месяца 2018 года он уволился. После чего через месяц буквально 26-го, 12-го, 18-го года я получил по почте письмо из суда о том, что якобы я занял 8,5 миллионов рублей на буквально несколько недель. После чего должен отдать ему в виде отступного помещения стоимости 90 миллионов рублей. То, в котором я сейчас работаю. То есть Медицинский Центр Феникс. Три этажа. Я, естественно, обратился в правоохранительные органы, то бишь в МВД Мурманска и в Следственный комитет. То же самое Мурманска о том, что данный гражданин пытается у меня мошенническим путем получить помещение. Он предоставил в суд, подчеркиваю, две расписки якобы договор займа, где была моя подпись. И на этой подпись, как выяснилось позже, он нанес текст. Текст якобы я должен ему эти деньги, а так как не могу вернуть вовремя деньги, должен передать помещению. В течение 9 месяцев не могли возбудить никак уголовное дело. Более 12 раз сотрудники МВД перебрасывали материал с одного отдела МВД в другой, и с другого в третий, и с третьего в первый, и так по кругу. То бишь, когда перебрасывается материал из одного верностного в другой, присваивается новый куст. И таким образом пытаются сокрыть данный материал от расследования. Но после того, когда все же был выгоден гражданский суд, где признана сделка недействительная, что такого договора не было в априори, и тем более в этот день, когда он указывал 17 мая 2018 года, я вообще находился в другом городе. Сделки такой быть не могло быть никак. Так, было возбуждено по 159 части 4, я представил в правоохранительные органы трафик звонков, то бишь, где я находился в том месте в этот день, когда должна была быть так называемая сделка. Госпожа Шорохова, то есть это старший следователь по особо важным делам, пришла ко мне в кабинет, и в присутствии моей супруги, Квилинг Натальи Валерьевны, которая является подполковником Следственного комитета, правда в отставке, но бывших, сами понимаете, не бывает, обращались ко мне, сказала, «Если вы не останете от данного товарища, от моего бывшего подчиненного мирного тона, это дело повернет против меня, еще я сяду в тюрьму». Это были ее дословные слова. Чувствую свою правоту, пошел проходить полиграф, на меня насцепили датчики, в конечете полиграф прошел, я удивился, что полиграф длился всего 17 минут. После этого полиграфа результат мне потом сказали о том, что якобы сделка была, деньги я брал, пересчитывал, все подписывал осознанно, договор вместе составляли, что вызвало крайне мое удивление. Я обратился в Следственный комитет и начальник Следственного комитета, пошел мне навстречу и провел собственный полиграф на базе Следственного комитета, при этом создав комиссию. Результаты полиграфа были совсем противоположны. И оказывается, я деньги не брал, в этот день я действительно находился в другом месте, то бишь Кировский. Сделки как таковой не было, то есть я говорю правду. И как полиграф в Следственном комитете Мурманска длился 4 часа в один день и еще дополнительно час в следующий день. Мы отправили данные результаты полиграфа как одного, так и другого в институт, который разрабатывает данную методику. И оказалось, что из пяти датчиков были подключены всего два. То бишь полиграф недействительный. Но тем не менее, следователь Шорохова, имея на руках два полиграфа, один из Следственного комитета, другой из МВД, Мурманска неоднократно представляла прокуратуру данные данные, дескать для того, чтобы нет оснований возбуждать уголовное дело, пользуясь тем полиграфом, который провели сотрудники МВД. У следователя Шороховой Натальи Михайловны были вещдоки на хранение, то бишь компьютеры, которые были изъяты у Мирного. В этих компьютерах были диски памяти, которые в одном из компьютеров, диск памяти был похищен. То бишь у нее на ведомственном хранении, на ответственном хранении, этот компьютер находился по какой-то непонятной причине, исчез данный блок памяти. Пытались привлечь Шорохову к уголовной ответственности, но не привлекли, так как стоимость этого блока памяти малозначительна. Но тем не менее, там могли оказаться седни, которые доказывали вину этого моего бывшего подчиненного. Следователь Шорохова Наталья Михайловна изъяла из нашей бухгалтерии данные, которые хранились в компьютере. Что вызвало мое удивление, она эти данные в неизменном виде, таблицу, передала данному моему оппоненту, Мирному, который пытался воспользоваться этими данными этой таблицы в неизменном виде в гражданском суде. О чем мы неоднократно заявляли в Следственном комитете, неоднократно заявляли в службе собственной безопасности, ездили в Москву неоднократно в Следственный департамент, в службу собственной безопасности. И после того, когда служба собственной безопасности уже приехала сюда с очередной проверкой, следователю Шороховой Наталье Михайловне, также как следователю Зониной, которая сейчас является действующим сотрудником, предложили пройти полиграф на базе Следственного комитета Мурманска. Ну, по какой-то причине непонятной, через несколько месяцев следователь Шорохова подала в отставку и ушла. Так как были многочисленные жалобы на то, что дело не расследуется, на начальника следствия Каширца Владлена Вадимовича, было написано более 400 жалоб. На генерала Зайкова, который тоже не принимал в этом активное участие, пытался сказать, что все хорошо, никаких замечаний нет, вы, дескать, не правы, в конечном счете. И его тоже, как одного, так и другого, уволили из рядов МВД. После расследования, длительного расследования, которое длилось около пяти лет уголовного дела, получился такой казус. Дескать, следователь Шорохова пришла к выводу о том, что сделка по каким-то непонятным причинам могла все-таки состояться. То бишь, дело прекратили. Прокуратура это все, конечно, засеяла, поддерживает и придерживается той точки зрения, что сделка якобы когда-то могла быть. Но когда, они тоже указать конкретно не могут. Далее, кроме всего прочего, так как мирно мне якобы давало 8,5 миллионов рублей, у него были долги. И, причем, вместе с женой они взяли более 8 кредитов. Один из кредитов потребительских, который имеется, сами понимаете, достаточно большой процент, кредит на сумму 40 тысяч рублей. Ну, как можно дать своему руководителю, начальнику, 8,5 миллионов рублей на несколько недель, и при этом брать кредиты 40 тысяч рублей, выплачивая большие проценты? Ну, сами понимаете, везде нестыковки. То есть, следствие Мурманска не желает расследовать данное дело. За время расследования злоумышленники забрались на частную территорию, частную моего дома, и сожгли нам две машины, мою машину и супруги. На видеокамере отчетливо видно, как это происходило. На остановке данный человек снял маску, лицо его было видно, но до сих пор этот человек не найден. То есть, то же самое, очередной эпизод расследования пришел в никуда. Начальник следствия, каширист Владимир Владимирович, через общих наших знакомых передал информацию, что ни одно дело по-мирному не идет в суд. Так и есть, 8 уголовных дел, которые возбудили на данного человека, мирного Сергея Александровича, ни одно из них не ушло в суд. Все тормозится на уровне либо прокуратуры, либо МВД. Решение суда в мою пользу. То, что сделки такой не было и быть не могло, и экспертизы говорят об этом, и то, что даже есть заключение дохода семьи мирных, которые за 10 лет своей трудовой деятельности заработали чуть более 5 миллионов рублей, причем он с женой и имея несовершеннолетнего ребенка, в конечном счете закончилось тем, что это все во внимание не взяли и решили, что якобы сделка могла быть. Данный гражданин везде в этом деле проходил как неустановленное лицо. Дело прекращено за отсутствием события преступления. Ездили неоднократно на личные встречи в Следственное управление России, то бишь Следственный департамент, в службу собственной безопасности и также в ВИН прокуратуру на личные приемы. Везде получаем отписки, что, дескать, все решают на местном уровне. Любые проверки, которые проводились, носят весьма формальный характер. Я считаю, что в данной ситуации, в данном уголовном деле последней цифры 124, есть явная заинтересованность сотрудников МВД. В чем выражается? Первое, в том, что после написания мною заявления о преступлении, более 12 раз материал дела перенаправлялся из одного подразделения в другой, из другого в третий, из третьего в первый и так далее. Далее, на протяжении трех месяцев данный материал лежал у начальника следствия, Каширца Владлена Вадимовича, и никто из подчиненных не смел зайти к нему в кабинет и этот материал потребовать. После написания очередного заявления о том, что материал куда-то пропал, после этого материал нашелся. Далее потом, данный материал, когда был расследован, расследование шло как неустановленное лицо. То есть, неустановленное лицо обратилось в суд, по неустановленному лицу вынесено такое-то судебное решение, по неустановленному лицу проведена такая-то экспертиза и так далее. Далее потом, следователь Шорохова, находясь у меня здесь в кабинете, на этом же месте вот здесь сидела, говорила мне лично, в присутствии моей супруги Натальи Валерьевны, что данный материал в суд не уйдет, так как это распоряжение Каширца, раз. И второе, если мы не отстанем от моего бывшего подчиненного наемного сотрудника Мирного, Сергея Александровича, то она это дело повернет против меня, то есть я еще сяду в тюрьму. Далее потом, материал, который мы представили о том, где я находился, биллинг звонков, где перемещение было в этот день, они этот материал не исследовали в течение года, и затем потом пытались возбудить еще на меня уголовное дело против меня, о том, что где я этот материал добыл. Соучредителем Мирного в такой же фирме Клон, как и у нас в медицинской центре Феникс, являлся бывший сотрудник МВД Сейд Байер, который являлся его адвокатом. Я считаю, что таким образом была выстроена схема, чтобы не привлечь Мирного к уголовной ответственности по явным признакам, фальсификации документов и мошенничеству. Данные заинтересованы прослеживаться со стороны прокуратуры. Одно и то же лицо господин Горшков. Постановление выносилось за его фамилией. Самое удивительное, что по всем восьми уголовным делам. Восьми. Я Кверинг Наталья Валерьевна, пенсионер Следственного комитета по Мурманской области. Помогаю мужу, он директор медицинского центра Феникс. В 2018 году у нас уволился подчиненный, директор по развитию медицинского центра Феникс, Мирный Сергей Александрович. Получилась такая ситуация, что человек уволился, то ли совпадение, то ли нет. После его увольнения из медицинского центра исчезли все финансовые бухгалтерские документы. Это было в ноябре 2018 года. И 26 декабря 2018 года мы получаем исковое заявление из пермамайского суда о том, что Александр Генрихович задолжал своему подчиненному сотруднику 8,5 миллионов рублей и расплатиться за 2 недели не смог и взамен оставил это помещение медицинского центра, отдал это помещение медицинского центра. То есть фактически должен уйти из него, забрать свой чемоданчик и уйти. В этот же день, 26 декабря, мы обратились в отдел ОМВД с заявлением. Нам выдали талон уведомления от 26 декабря, номер 390. Также обратились в следственный комитет, где я работала по электронной почте с заявлением о мошенничестве и полагали, что будет расследоваться это уголовное дело, покушение на мошенничество, когда человек обратился в суд с заявлением исковым, а в попытке завладеть имуществом стоимостью почти 87 миллионов. В ходе подготовки к судебным заседаниям мы даже обратились на Беринга в экспертизу и провели экспертное заключение исковому заявлению, в котором как раз прилагалось и соглашение об отступном, и договор беспроцентного займа. И оказалось, что подписи проставлены Александром Генриховичем. Понятно, что человек, который работал у нас, каким-то путем эти подписи получил. Потому что волей к заключению такого договора кабального отдать все помещение, стоимостью 87 миллионов у руководителя медицинского предприятия, который развивается с 2006 года, по настоящее время у него такой воли не было. Каким-то путем он получил подписи Александра Генриховича на нескольких листах, то есть не на одном, на нескольких. Уволился и подал иск о том, что он подготовился о том, что якобы был осуществлен договор займа. Но все доводы о том, что мы не нуждались в деньгах, на счете организации были деньги, мы никаких крупных покупок не совершали. А у него наоборот, в рамках дела и гражданского, и уголовного, когда я его спрашиваю, где вы брали деньги, он в ячейке. Потом он поменял свои показания не в ячейке, а дома. Потом он сказал, что в ячейке жены. То есть человек постоянно менял свои показания в ходе следствия и гражданского дела. Понимаете? И плюс еще, когда мы ознакомились с уголовным делом, оказалось, что в экспертизах как раз и есть, что у него были достаточно большие кредиты. И у жены там порядка 66 тысяч в октябре 2017 года. То есть если у людей есть деньги, я понимаю так, что они не будут платить. Вот расписка в получении денег, смотрите, каким образом изготовлена. То есть сторона 1, сторона 2. И экспертиза государственного учреждения Архангельска установила, что они не параллельны друг другу. То есть тексты, это впечатлено немножко под разным углом. Поэтому видно, что впечатлено. Оно даже видно, что оно впечатлено. И эту непараллельность установила экспертиза именно государственного учреждения Архангельска. Есть заключение. И что на подписи квиринга есть следы тонера. То есть что он изготовлен, как обычно пишут, вероятно, путем двойной закладки. Вот этот вот момент как раз. Но у нас оказались тут два товарища. Это Бурназа, которая как-то выступала на стороне мирного в арбитражном процессе. И как раз она сделала заключение, что параллельности-то она не видит. Но в заключении она ни линейки, ничего не указала. То есть каким образом она это установила, непонятно. И еще девушка Старчеус, девушка из ЭКЦ тоже. То есть у нас была целая экспертиза экспертного учреждения. Там давались подписки. Там все серьезно такое учреждение. И вдруг Бурназа, понятно, это, скажем так, она в их интересах выступала уже в арбитражном суде. И вот они обе, Старчеус и Бурназа, пришли к выводу, что параллельности нет. Но это не так. То есть если экспертиза, и нам отказали, то есть если один эксперт установил, что нет параллельности, второй и третий сказали, что параллельность есть, значит должна была по ходатайству все-таки проведена экспертиза, установившая бы истину, то есть есть параллельность или нет. То есть факт подписания расписки вот этих документов так и не установлен. Следователь Шорохова назначила полиграф, и Александр Геннадьевич участвовал. К сожалению, после уже выяснилось, что оперуполномоченная Карасева не включила основные датчики тремора и артериального давления и выдала заключение, которое фактически являлось ее заключением. Следственный комитет, конечно, написал о том, что есть недостатки, но, тем не менее, это заключение тоже сыграло свою роль о том, что Александр Геннадьевич якобы брал деньги. Но смысл в другом. Состоялось решение суда, договор займа был признан незаключенным и безденежным, это решение уже вступило в законную силу, а уголовное дело было прекращено за отсутствие события преступления. Парадокс в том, что на сегодняшний день у нас есть решение суда от 2019 года о том, что договор займа, соглашение об отступном признаны незаключенными, соответственно, безденежными. Гражданин Мирный выплатил нам все судебные издержки. И, с другой стороны, есть уголовное дело, которое прекращено за отсутствием события, в котором следователь в решении пишет о том, что Кверинг брал деньги у Мирного. Парадокс действительно в том, что если кто-то дал деньги и кто-то взял, значит, кто-то из них преступник, либо один, либо другой. Но с 2018 года до сегодняшнего дня гражданин Мирный за деньгами не приходил, наоборот, 27 января 2021 года подал аналогичное заявление, только в другой суд с такими же поддельными документами. Вот такая вот история произошла. В чем следователь Шорохова ошиблась? Ну, я не могу сказать, что она ошиблась. Я полагаю, что она это сделала намеренно. Дело в том, что, принимая решение о прекращении уголовного дела, в материалах имелись сведения о том, что у гражданина Мирного взято ряд кредитов. И в уголовном деле как раз есть сведения из банков о том, что у Мирного было достаточно много потребительских кредитов. То есть непосредственно в октябре у него взят кредит на 800, ну, выплачивал кредит на 800 тысяч. Помимо этого он активно пользовался картами Халва в 16-17 годах. Сам факт обращения человека в судебные органы за получением документа, с помощью которого он сможет реализовать свое право и получить деньги, это сам факт является мошенничеством. И этот факт был установлен судом. И он имеет привидиционное значение. То есть факт был установлен. У нас шесть томов жалоб по этим всем вопросам. И в конце концов мы, да, обращались, но они говорят, вот у вас есть уголовное дело, обжалуйте в судебном порядке. Как говорил еще великий русский артист и писатель Василий Шукшин, если вам удалось кого-то обмануть, это не значит, что вы такой умный проворот. Это значит, что вам доверяли больше, нежели вы того заслуживаете. Спасибо большое. С вами был Александр Кирингов и Медицинский центр Феникс.